Но теперь цены на акции упали, а акции упали, капиталы уменьшились, и это очень сильно влияет на его желание тратить Я вас буду добивать потихоньку Все, пик инфляции подтвержден Короче, через 18 месяцев вот эта штука тоже пойдет вниз Делают нас беднее более эффективно Ритейл умудрился только заносить, при том, что индексы падали Это типичное усреднение Не спешите выкидывать свой старенький автомобиль, оригинальную мебель или старое вино Кажется, кто-то немножко обеднел Видите, видите, как S&P снова оттолкнулся от своей 200-дневной скользящей средней Стагфляция не период для покупки бандов По поводу лонгнефть я скорее соглашусь Я против такой сделки Друзья, всем привет, Клевцов Антон на связи Цифра 48 в названии этого обзора, это номер недели этого года Такой намек на то, что, возможно, данные обзоры станут еженедельными Посмотрим К сегодняшнему обзору я также подготовил презентацию Большая часть тем, которые я разберу в этом обзоре Так или иначе связаны с вашими вопросами в чате Которые вы мне задаете, на которые я там отвечаю А большая часть данных и материалов, которые я использую в этой презентации Я выкладываю в виде подборки банковской аналитики в своем телеграм-канале Обязательно подписывайтесь, если не хотите пропустить что-нибудь важное И на этой неделе будет новая большая подборка на сотню файлов Так, о чем сегодняшний обзор? Макро-сентимент, основа обзора будет в основном посвящена макро Несколько замечаний по индексам широкого рынка и их содержимому Горячая тема предыдущего обзора про облигации Нашел кое-что интересное по сырью, в основном по промышленным металлам Одно небольшое замечание по рынку криптовалют Там по-прежнему ничего не изменилось Мы все ждем какой-то развязки в связи с тем, что произошло Более комплексный разбор я готовлю на середину декабря Там как раз постараюсь оценить, что же изменилось за последнее время Ну и краткий повтор всего, что будет в этом обзоре, плюс торговые идеи Начнем с общего макро-сентимента и маленького кусочка обучения Смотрите, это очень, очень, я бы сказал, интересная статья от Employ America Я ее выложу в своем телеграм-канале Переходите по ссылке под видео и читайте эту статью Она на английском, DeepL и Google в помощь для перевода Чем она мне так понравилась? Тем, что она мне позволяет за несколько секунд Аккуратно для тех, кто не очень в курсе Раскрыть смысл того, что же происходит сейчас со стороны Феда Ну не сейчас, а уже год практически со стороны Феда Как они собираются бороть инфляцию Что вообще подразумевается? Конечно же, это супер краткий саммари, трансмиссионный механизм Намного, намного сложнее, намного запутаннее Действующих лиц, акторов, цепочек влияния намного больше Но тем не менее, Федеральная резервная система объявляет Или намекает на то, что будут подниматься ставки Видите, тут написано Signaling С точки зрения инвестора, понятно, это очень сильно Но как-то всегда по-разному это будет влиять на оценку премии за риск И для любого экономического агента, естественно, это будет выражаться в том Что будет либо ожидаться, либо уже произойдет изменение стоимости заимствования То есть кредиты станут дороже Все вместе это ужесточает финансовые условия Это оно И ужесточает оно их довольно по-разному для домохозяйств и для бизнеса Что касается основной цепочки воздействия Вот она отмечена голубеньким Как это влияет на бизнес? Понятное дело, что это меняет его финансовые кондиции Способность получать финансирование, обслуживать долги, вести операционную деятельность Вот на операционную деятельность это будет влиять в первую очередь в итоге Но, например, бизнесу придется решать вопрос с маржинальностью Для этого, например, можно либо уволить сотрудников, либо понизить им зарплату Либо понизить количество рабочих часов И таким образом понизить зарплату То есть будет вестись работа по снижению издержек Это бизнес-бизнес, это про прибыль Что прибыль росла, и издержки должны снижаться И вовсе не обязательно растить выручку Но в целом, конечно же, желательно Так вот, вот эти вот все оптимизации со стороны бизнеса будут выражаться в том Что домохозяйство, или та часть домохозяйства, которая будет относиться к совокупной рабочей силе Будет иметь некоторые сложности в доходе Ну, то есть в получении зарплаты, премии и так далее Само собой, это будет очень сильно влиять на их способность и желание тратить деньги Или тратить заработанное При условии, что они вообще у них будут И таким образом, разумеется, это будет очень сильно отражаться на динамике изменения цен Не сразу, не мгновенно, но будет А что касается самих домохозяйств Непосредственно, без связи с бизнесом То, например, для них чаще всего, практически всегда вырастают ставки по ипотеке Их пенсионные накопления и брокерские счета, естественно, очень сильно изменяются В основном, в сторону уменьшения Снижается так называемый wealth effect В данном случае, портфолио wealth То есть эффект богатства за счет того, что индивид или домохозяйство считает, что у него большой пенсионный счет Он сильно вырос, потому что акции выросли Но теперь цены на акции упали А акции упали, капиталы уменьшились И это очень сильно влияет на его желание тратить Еще раз, очень понятно, что это самая простая схема Она вообще не отражает даже близко полноты картины Для подробности обязательно прочитайте статью Мало того, что сама схема, естественно, не может отразить всего разнообразия процессов Которые происходят, когда FED собирается или уже повышает ставки Но, тем не менее, дает очень классное представление о предмете Рекомендую Так, идем дальше На этой неделе, сегодня среда, напоминаю, уже 30 ноября У нас как минимум две важных статистики Это изменение занятости за ноябрь от ADP Корпоративные доходы за третий квартал, их изменения Chicago PMI, он, кстати, почему-то не отмечен важным Но, на самом деле, довольно важный показатель, по крайней мере, сегодня Конечно же, безумно важным будет значение по новым рабочим местам Я надеюсь, что все вы помните этот график с предыдущего обзора Тот самый, где я саркастировал на тему Ну что вы, это вообще никак не связано Зачем следить, зачем трейдеру или инвестору следить за такой ерундой, как макро-показатели Ведь это же вообще не имеет никакого смысла Потому что нет никакой зависимости между изменениями значений индексов широкого рынка И такими далекими и абстрактными величинами, как, например, новой вакансии Ну, это был всего лишь сарказм Последнее значение, значит, 10 миллионов 717 тысяч Посмотрим, что будет сегодня ФРС обожелательно, чтобы это было вот так А инвесторы хотят, чтобы это было вот так Посмотрим, кто победит Ну, это все, в принципе, ладно Потому что потом, вечером в 9.30 по Москве Председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать в Brookings Institutions Я напомню, буквально на этой неделе, несколько дней назад, был ровно год с тех пор, как Пауэлл впервые заявил инвестиционной общественности Впервые за последние три года О том, что ФРС будет повышать ставки И с 24 ноября 2021 года рынки начали свое движение сначала немножечко вбок, а потом строго на юг, то есть вниз А ставки, доллар и доходности по облигациям пошли вверх Я не считаю, что это будет какое-то суперзнаковое событие, в котором будет что-то очень серьезно определено новое Или будут какие-то сверхподробности, которых мы не знаем Ну, все может быть Просто я к тому, что я больших надежд на это не возлагаю В конце концов, буквально через две недели уже новые решения поставки Поэтому вряд ли Пауэлл будет что-то сегодня такое говорить, чего он должен будет сказать именно на пресс-конференции Ну, посмотрим По крайней мере, его речь о Джексон Холе была очень значимой В четверг у нас манифекчерен PMI и потребительские расходы И в пятницу, вот любят они перед выходными это делать В пятницу в 9.30 у нас сразу, во-первых, заявки по безработице А во-вторых, ну, точнее, во-первых, сама безработица за ноябрь, потом еще и заявки Это, конечно, еще не флеш-рояль, но, мне кажется, комбинация будет лютая Ну, то есть, если вы любитель волатильности, то это прям ваше время Но если вы хотите на этом деле что-то заработать внутри дня, то, в общем, я вам не завидую Единственная опция, которая вам доступна, это угадать последовательность Учитывая количество неизвестных, мне кажется, это довольно бессмысленный затей Но если взглянуть на календарик несколько шире, взять, например, ближайший месяц И выбрать только самые важные события, то вот эта вот декабрьская статистика У нас и так, в целом, все показатели, все лидирующие и текущие индикаторы Они все показывают на то, что мы движемся в сторону уничтожения спроса Разрушения бизнеса, снижения ВВП, в общем, в сторону рецессии Ну, кто-то даже подразумевает какую-то ближайшую стакфляцию То есть, как бы, мало того, что будет рецессия, она еще и на фоне высокой инфляции Я к тому, что динамика данных уже последний, как минимум, квартал уже была достаточно негативной И вот сейчас, перед Новым годом, когда идут, знаете, всякие ротации портфелей Желания на будущий год, запросы к Санта-Клаусам, ожидания ралли Вот это все, когда, в принципе, вот год закрывается Для многих людей это в целом так, даже если бухгалтерски это не мэтчится То все равно это какой-то момент подведения итогов И вот эта финальная на этот год статистика, на мой взгляд, должна будет нам показать То, куда мы будем двигаться первую половину 2023 года Как минимум, я ожидаю, что данные нам покажут, насколько ужасным уже находится рынок жилья Его динамика в целом Мы сейчас не про цены и не про количество предложений А про общий объем, про то, что, в принципе, происходит в США в этом сегменте Мы сможем окончательно либо убедиться, либо нет, что же происходит с инфляцией Я думаю, что декабрь эти цифры уже достаточно хорошо покажет Сможем оценить уже произведенный ущерб для сектора производства Примерно подумать о том, куда это может завести на следующий год Или первой половине 2023 На основании этого уже сможем чуть лучше предиктить, что нас там ожидает по безработице Ну и, соответственно, 14 декабря будем знать, на чем все-таки решит остановиться Федрезерв именно в этом году Это будет очень знаковое, очень ключевое событие Оно нам покажет, когда Фед действительно может начать тормозить И отсюда уже тоже у нас будет целый ворох торговых идей Начиная от облигаций, сырья и заканчивая рынками акций, биткоинами и всем остальным Вот, это что касается новостей Продолжим Эту картинку вы уже много раз видели, я много раз ее объяснял Бэнк оф Америка взял 100 центральных банков, развитых и развивающихся стран И считает по месяцам количество повышения и понижения ключевой ставки И дельту вот вводит на такой график Как видите, за прошедшие 20 лет ничего подобного этому году мы еще не видели То есть жестит не какой-то там отдельный Джером Пауэлл и его бригада в США Нет, жестит весь мир практически Есть всего несколько стран, которые выбиваются из этой когорты Самые известные, понятно, Россия, Турция и еще несколько развивающихся стран Плюс Китай Но в целом динамика вот такая Я сейчас подведу кое-кому И это что касается изменения денежно-кредитной политики То есть влияние на весь механизм для потребителя и бизнеса через ставку Окей, понятно Но у нас есть еще изменение балансов центральных банков Это все туда же Это пробанковский сектор, изменение аппетитов к риску, ликвидность системы, ее стабильность, долги, ставки и прочее И вот 22-й год был самым маленьким по количественному смягчению А вот 23-й год планируется быть вот примерно вот таким Еще раз За те же там 10-15 последних лет Мы такого практически не видели Был один раз в 2019 году, когда попробовали И получилось очень плохо После чего очень быстро откатили весь этот процесс Тот, который КУТЭ Кванты такие в тайпенинг А на следующий год запланирован аж целый триллион Ну речь, конечно, про центробанки большой четверки Но США здесь, наверное, один из самых крупных Поэтому, если данный сценарий действительно будет реализовываться То вот эти все возгласы о том, что да нет, сейчас отсюда развороты, мы снова на хаи Так хочется людям прямо посадить рядом и объяснить Ребят, смотрите, как это работает, смотрите, как это устроено Не надо вообще пытаться ждать там каких-то ралли И вот это повторение 2021 и 2020 года с точки зрения там роста индексов Все забудьте Инвестгуру и гений бычьего рынка Они, в принципе, закончились как класс на довольно длительный период времени Теперь останутся снова только те, кто в предмете разбирается Может что-то там предиктить Ванговать, делать какие-то более-менее валидные прогнозы И внимательно отслеживать там отдельные сегменты Отдельные темы, отдельные сектора Отдельные истории, отдельные классы активов, в конце концов Так вот, учитывая эти две картинки Ничего хорошего с точки зрения денежно-кредитных политик И финансовых условий То есть условий для финансовых рынков, в первую очередь Нам ждать не приходится Это из файлика от JP Morgan Напоминаю, все эти файлики либо уже есть в моем телеграм-канале Либо будут выложены на этой неделе То есть, если хотите все посмотреть самостоятельно, почитать, о чем они пишут Ну, пожалуйста, добавляйтесь, подписывайтесь, ждите, лайкайте, читайте, загружайте Это страничка из файлика, который посвящен Global Macro Что мне здесь нравится? Здесь не так много стран Но, тем не менее, это к вопросу о том же Сколько стран ожидают такое изменение денежно-кредитной политики То есть, кто-то будет дальше растить, кто-то будет снижать Тех, которые собираются снижать, мягко говоря, их совсем немного Это я имею в виду на первый квартал 23-го года И на конец 23-го года Очень немногие центробанки реально что-то собираются делать В основном это либо развитые страны, которые просто не могут себе позволить такое ужесточение Которое может себе позволить крепкая экономика США Либо это, ну, скажем, определенный лагерь стран Которые стоят в некоторой, ну, назовем так, политической оппозиции По отношению к США и ведут какую-то свою политику, свою игру Выстраивают свои экономические взаимоотношения И, ну, таким образом пытаются влиять на это опосредованно Но в целом все так или иначе продолжат жестить на следующий год Окей, только прогнозы, это ожидание рынка Есть все шансы, что это действительно произойдет И что еще интересно относительно этого повышения То есть это к вопросу о том, что, а когда ждать, что все будет хорошо Как будет хорошо, с чего должно быть хорошо, если это снова какой-то эксперимент По крайней мере, вы же знаете, редко какие эксперименты в сторону ухудшения Заканчиваются чем-то очень классным Обычно они заканчиваются либо каким-то полным провалом, страшными катастрофами Либо просто провалами Либо заканчиваются, да, так как и ожидалось Что все станет намного хуже В том случае речь об экономике, о потреблении, о наших с вами благосостояниях и так далее Текущий эксперимент заключается в том Это, правда, только за последние 30 лет Это самое быстрое повышение ставки Вот с 1994 года Там в прошлом у Волкера было быстрее, сильнее, мощнее не один раз Но очень сложно сравнивать эти два периода с экономической точки зрения Можно сравнить, но это достаточно сложно Также есть в подборке файлик от JP Morgan с опросами Кстати, это очень интересно посмотреть, что реально думают другие Причем те другие, которые либо принимают решения относительно чужих денег Либо, ну, вообще, там, управляющие фондами, аналитики и так далее Так вот, мало кто из них ожидает снижения ставок По крайней мере, от ФРС на следующий год В основном ожидают их дальнейшее повышение Окей, я согласен, это ожидания, но ведь именно эти ожидания будут влиять на их действия Нам с вами, как трейдерам, нужно в первую очередь знать о том Как институциональные участники торгов будут действовать Исходя из тех данных, которые приходят к ним из анализа бизнес-цикла Если вам не очень понятно, о чем я говорю, то обязательно посмотрите мой ролик Который так называется В поисках дна биткоина Макроэкономика для трейдеров и инвесторов Там я подробно объяснил, почему я так считаю Так вот, если взять сразу все Ожидания людей Остановится ли ФРС или нет Нет, считают, что рано не остановится И, скорее всего, даже если остановится, то в 2024 году Жесткое, жестокое сокращение балансов И бесконечное повышение со стороны центральных банков Развитых и развивающихся стран Большинства Точно можно свидетельствовать о том Что 2023 год планируется очень жестким Это важно просто осознавать То есть то, к чему большинство готовится Как я уже сказал Готовится к не очень хорошему сценарию Соответственно, действия большинства участников Так или иначе будут связаны именно с этим Возьмем на заметку Кстати говоря, очень интересный график Где-то наткнулся в интернетах Тоже читая какие-то статьи Если взять динамику изменения год к году Активов центральных банков И сдвинуть ее на 7 месяцев назад И совместить, ну скажем Наложить на график Global Manufacturing PMI Там, скажем так Оценить влияние на производственный сектор На промышленность в целом На то, что на планете Земля С точки зрения производства новых благ, услуг и так далее происходит То вот если этот график изменения баланса наложить То мы с вами получим вот такую довольно явную зависимость И понимание того, что текущие действия отражаются там, в будущем То есть нельзя просто взять, поднять сегодня ставки Сократить баланс И завтра уже все изменилось И начать жить как-то по-другому Нет, это очень длительные процессы Они очень инертные Видите, в данном случае, чтобы эти графики хоть как-то были похожи Нужно их сместить на 7 месяцев друг относительно друга Это очень важно понимать, что начало повышения складывания экономик Мы засвидетельствовали как раз в мае этого года В ноябре, то есть ровно год назад Об этом только начали заявлять в США Кстати, Европа тоже подключилась сильно позже, чем США в этом году Остальные страны тоже не сразу начали это делать Поэтому вот имейте в виду, что весь отложенный эффект Он уходит туда, в 2023 год Даже если, еще раз, даже если Прям сегодня просто возьмут и чудом перед Новым годом Все центробанки возьмут и вот остановят эту политику И вернут все, как было на начало 2021 года Вот даже в этом случае нам потребуется примерно полгода Для того, чтобы это начало иметь хоть какое-то влияние в реальной жизни И то неизвестно, как оно сложится Но этого точно не произойдет, никто не остановится Поэтому имейте в виду Смеряйте отсюда где-то еще примерно 6 месяцев или пару кварталов Это даст вам представление о том, что вот на этот ближайший срок Все идет по сценарию ужесточения, ухудшения, ослабления, сокращения Здесь вообще нет места росту, кроме роста безработицы и роста недовольства Ну, роста напряженности и так далее и тому подобное Категории сами выберите Тоже имейте это в виду Это данные от JP Morgan из того же файлика про Global Macro Здесь очень интересно, на что обратить внимание О том, что безработица пока примерно на одном уровне Ну, общемировая или не общемировая, а для развитых стран Для развитых экономик Зарплаты, по крайней мере, в номинальном выражении растут Это, в свою очередь, несмотря жестокие ДКП, попытку сбить спрос, деглобализацию, переносы производств, протекционистские меры И, в общем, все, что хотите, это все равно не помогает сбить инфляцию Так или иначе, отдельные компоненты потихоньку обратно начинают отскакивать Мы это чуть дальше разберем То есть, энергии и сервисы за последнее время В целом, по миру, еще раз речь не про США Так или иначе, показали либо отскок, либо замедление сокращения Которое мы сначала увидели, вот где-то примерно с августа Про США это очень известный график 30-летние ставки по ипотеке И продажи новых и уже существующих домов То есть, первички и вторички Естественно, они очень сильно связаны Вот 2022 год заканчивается Рынок потихонечку сложился Мгновенно, ну, то есть, во-первых, это мгновенно не остановить Во-вторых, как говорится, дальше может быть только немножечко хуже Потому что все остальные показатели и характеристики Я не буду только ухудшаться У нас сектор жилья уже сложился А безработица еще даже не начала Зарплаты даже не начали падать Сейчас мы имеем явное ухудшение в жилищном секторе Без какого-либо заметного ухудшения по всем остальным фронтам Ну, или без явного, хорошо Банкротств ни физических, ни юридических лиц Мы как таковых еще прям особых не видели Ни в США, ни в Европе Ну, локально что-то может быть Но я имею в виду массового, чего-то такого серьезного не было Люди не перестали есть У людей даже, так или иначе, периодически подрастает зарплата Потому что компании вынуждены это делать Ценных работников тоже не хочется терять А люди требуют повышения зарплат Потому что ценники в магазинах, естественно, растут намного быстрее, чем им хотелось бы Это я к тому, что эта история с сектором жилья в США, она еще не закончилась Так вот, в связи с этим, ну, естественно, есть кое-какие расчеты По норме сбережений Смогут ли люди там что-то начать откладывать в 2023 году Учитывая, вот, все вышеперечисленное Цены растут, зарплаты так сильно не растут Увольнений все больше, безработица больше Сектор жилья складывается Пенсионные накопления уменьшаются Стоимость дома уменьшается Стоимость ипотеки растет Бензин дорожает, услуги дорожают Сбережений и, возможно, как следствие, инвестиций становится все меньше И вот отдельно по G4 и по США Те же JP Morgan насчитали, что, в общем, эта цифра вообще скукожится Это все про индексы Про ваше желание покупать Ну, не ваше, а желание других покупать токены Покупать, ну, не знаю, новые тачки Новые девайсы Или доли в каких-то новых, супер популярных, весьма перспективных компаниях Я, как вы видите, это все с улыбкой говорю Потому что я не Армагеддончик Я терпеть не могу Армагеддон сценарий Но пришел такой год, в котором приходится мириться с тем, что происходит Ждать то, что будет И вот даже, видите, ребята из JP Morgan, они очень старались Я им искренне сочувствую Потому что если бы мне такую работу дали Накидай дерево сценариев потенциальных Самый плохой, основной, базовый Они как-то справились Но они справились только семантически То есть пришлось просто очень хорошо подбирать слова Я сейчас объясню, что я имею в виду Они разобрали два сценария Рецессионный, ближайшие 6 месяцев Ну, типа базовый такой Легкий, где есть элемент софт-лендинга Так вот, этот элемент софт-лендинга, он один-единственный И он, в общем-то, выглядит таким Ну, не то, что он невозможен Я не знаю Кстати, вполне может быть Для США Для остальных стран Я не уверен Там уже никакой мягкой посадки Ее там уже нет Не говоря уже о том, что там будет дальше И вот они попытались это представить Как рецессионный сценарий 20% вероятность А типа базовый, основной 80% Но на самом деле, если вы хорошенько разберете эту картинку Ну, почитаете, что здесь написано У вас получится, что Ну, смотрите, это я так и уберу Примерно вот так вот мы бы отсюда То есть ровно наоборот Я бы сказал, 80% мы ставим на то, что все будет очень плохо И только 20% на то, что у нас там будет какой-то софт-лендинг Вот, кстати, софт-лендинг вовсе не означает, что миллионы людей не будут уволены Вовсе не означает, что все И рынки, и реальные секторы очень сильно от этого пострадают Софт-лендинг – это про соотношение данных Насколько сильной будет безработица Речь не идет о том, что ее там не будет Она будет в любом случае Просто вопрос, насколько сильной Насколько сильно все будет плохо Берется это будущее, в котором все плохо И выбирается Вот здесь вот не очень плохо – это хорошо Вот здесь очень плохо – ну, это как бы база Вот здесь вот очень-очень-очень плохо – ну, это то, что мы не предполагали Вот такие дела Я продолжу вас добивать Да, это будет очень негативный обзор Как бы это рынки, на них постоянно это происходит Плюс-минус, конечно, в таком объеме, может, никогда не было Но вот я вас буду добивать, говорю, потихоньку Эта картинка тут тоже от JP Morgan Но я ее видел очень много от кого Морган Стэнли, я просто не нашел файлик И Голдмана что-то подобное считали Это ожидание бюджетного дефицита В данном случае для США На 2023 год Я опять хочу напомнить Вот это вот там инфляционное давление, деньги Там, как это, вертолетные деньги, или как их там называли Вот это все, печать денег, не имеет никакого отношения К центральным банкам, к ФРСам и так далее Ну, не надо смотреть на Пауэлла Это все-то самая дебильная картинка, когда изображают Пауэлла и денежный принтер Блин, это вообще не связанная история Ну, там, окей, там они опосредованно связаны В том плане, что ведомство Пауэлла раздает коммерческом банке лицензии на производство денег Но сам Пауэлла никаких бабок не печатал Это делает Министерство финансов В данном случае США Ну, не только, я имею в виду, в каждой стране отдельно Так вот, 20-й год, то есть пандемийный 21-й и кусочек 22-го Вы посмотрите, это история Я обращаю внимание С 2012 года Это 10 последних лет Последние 3 года, включая и этот, который заканчивается Посмотрите на количество госрасходов Что такое госрасходы? Госрасходы, это когда государство Тратит баблище направо и налево Без каких-либо обязательств с вашей стороны Вот вам дали стимулус чек Или, как это там называется, субсидию какую-то Или, ну, меры поддержки Там, не знаю, материнский капитал Можете сюда же засунуть Ну, примерно, вы понимаете, о чем я И еще убрал налогов И вот это все и есть дефицит бюджета Который, на самом деле, что это такое? Это вам раздали денег В том или ином виде Окей, не лично вам, но вашему соседу По цепочке так или иначе придет к вам Потому что чьи-то расходы, это чьи-то доходы Если кто-то потратит эти деньги в реальной экономике И вы как-то с ней тоже связаны Что-то в ней делаете Вам, соответственно, тоже как-то залетит Да, это отразится там на всем остальном На ценах за товары, услуги, которые вы покупаете Ну, вот так работает Но, тем не менее 20-й, 21-й и 22-й год Были рекордными Ну, не только за последние 10 лет Они, в принципе, по цифрам-то рекордные За все это время Если вы посчитаете в процентах, это ВВП, они рекордные Если вы посчитаете там в чем угодно, они рекордные И вот этого больше нет Пока не планируется Я вот к чему Может и будет Это важно Если будет, то даже на фоне ужесточения Все будет хорошо Ну, я имею в виду с рынками финансовыми Но пока что Они, видите, идут в паре И госрасходы уменьшаются И программы количественного смягчения Не просто сворачиваются Все обещают перейти к количественному ужесточению Ухудшить еще дальше Так, как никогда не было И центральные банки повышают ставки Поэтому я говорю, сегодня Армагеддон выпуск Вот такие приехали данные Они уже давно фигурируют Просто сегодня решил их объединить На следующий год мер поддержки не будет Это, скажем так, в рамках стандартного тренда Начиная с 2012 года И я обращаю внимание Это цена в долларах То есть это полтора триллиона А у нас там, ну, вы поняли Инфляция же за это время выросла И полтора триллиона завтра Это не то же самое, что один триллион в 2012 году Имейте это в виду То есть даже здесь нам не обещают ничего веселого Окей, ничего, справимся, разберемся Очень интересный файлик от JP Morgan Про рынок Fixed Income То есть про облигации Все, что связано с фиксированным доходом Посмотрите, это опрос на тему того Что, мол, вы, ну, участники всякие, управляющие, аналитики Что вы считаете будет важным, серьезным и, как бы, драйвящим На следующий год В общем, в будущем И обратите внимание Практически все это связано Либо с денежно-кредитной политикой То есть сила доллара Вот люди, которые принимают решения Советуют что-то другим Они тоже смотрят на эти данные Вот так же, как и я Вот я сейчас вам что-то советую О чем-то рассказываю Вот я точно такой же человек То есть если бы меня спросили Что будет драйвить Я бы ответил вот ровно так же Я бы сказал, что значение, ну, назовем так Силы доллара Что там будет с балансшитом Центральных банков Финансовые условия Рецепсионные риски Денежно-кредитная политика ФРС И других центральных банков Инфляция в США И не только в США И с остальными опросами я тоже согласен Например, о том, что Я тоже считаю, что ФРС будет повышать ставки Выше 5% в итоге Может быть сильно больше Но главное, что больше То есть сильно больше, чем сегодня Сегодня 4, имейте в виду Также я полностью согласен И точно так же бы ответил Если бы меня кто-то спросил Когда ты считаешь И начнут что-то сворачивать И снижать Ну, конечно, 24-й год Нет, будет как будет Но мне кажется Год в таких условиях Это очень жестоко Либо у них есть какой-то Секретный коварный план Как усыпить бдительность Несчастных людей Вот Но до 24-го года Я бы сказал, что Да, до середины 23-го Могут пожестить Я имею в виду Продолжать повышать Когда они там остановятся И начнут снижать Этого Вот здесь Я бы не брался Фантазировать Может быть и через пару лет Почему бы и нет Но жестить Дальше, выше Долго Мне кажется Им будет тяжеловато Ну, посмотрим Это очень интересный график Наткнулся Не помню где Где-то в Твиттере Просто случайно Рестал Как устроен терминал Блумберга Можно туда вбить Просто название Ну, какое-то слово И он так же, как Google Вам выдаст все Связанные с этим словом По семантике Индексы и так далее Вот если вбить туда Все, что связано с инфляцией Индексы, связанные с инфляцией В Соединенных Штатах И вот их список Ну, он не полный Но это такое То, что в экран влезло Обратите внимание Они практически все Всякие PPI Они все Они все зеленые Все, что связано с инфляцией Оно все растет Вот в чем главная проблема Представляете себе Пауэлла Или любого другого Центра банкира Он тоже смотрит На подобные данные И тоже видит Как это все растет И у него есть только один Механизм это приглушить Повышать ставку И делать то, что они делают сегодня Словесные интервенции Вот это все Пугать Делать хуже Это единственный способ Это пока что Единственный механизм Для капиталистической экономики Вот почему инфляция Так всех беспокоит И заботит Смотрим дальше Это от Хавьера Очень классная Такая визуализация Прям, ну, она гениальная Такая тепловая карта Да, фактически Смотрите, элементы Инфляции Которая за Там последний год Там изменялась Больше чем на 8% Меньше 2% Там от 2 до 4 От 4 до 8 То есть Те компоненты У которых изменения Вот в пределах Этих процентных величин Месяц к месяцу Так вот Практически Все они Показывают изменения Ну, это типа хорошо Это реально хорошо Это значит, что Цель начинает достигаться То есть, как бы Реально есть какие-то изменения В данном случае Про США Речь только В принципе, все так или иначе Потихонечку Знаете, как Скукоживается То есть, рост цен Притормаживается Еще раз Инфляция все еще есть Она очень высокая Она охрененная Это 8% Это очень много Для такой экономики Да, в принципе Для любой это много Она есть Просто она замедляется Это важно Ребята Из Рифотин Ресерч Они вообще Увидели Ну, то есть Рип инфляшн И как бы считают Что В принципе На этом все Инфляшн Пик Из клирли Индер Реарвью Ну, то есть Если посмотреть Зеркало заднего вида То мы, в принципе Можем попытаться Убедиться Что все Пик инфляции Подтвержден Они это дело Тоже разбили На еду Дома Без энергии Машины Энергию И там Какие-то другие Компоненты Свидетельствовали Буквально 17 ноября О том, что Все Именно с этого момента Если вы помните Облигации Ломанулись вверх Ну, о них мы еще поговорим Ну, а есть и другое мнение Я с ним Намного больше согласен О том, что Глобальная инфляция Она еще Она вообще Не сокращается Окей Отдельно про США Можно так сказать Но мир Это не только США Мир намного шире Намного больше Так вот Вне США Процессы идут Примерно так же Где-то сокращается Где-то растет А в среднем все растет Услуги Ну, ТКОР Ядро Да, там основа Не знаю Продуктовый борщевой набор Он растет Ну, отдельно еду Если взять Она растет Энергия Да, потихоньку Там уже начинает сокращаться Но она не единственная А в целом По миру Пока никакой Еще раз По миру В среднем В целом Никакой Сокращательной динамики Нет Вы потерпите еще немного Мы сейчас придем К финальной картинке По поводу макро Которая Ну, она для нас Очень важной будет Я вам сейчас Я вам сейчас ее объясню Дальше Что касается Стоимости домов Снижение в США Канаде В Австралии В Швеции И даже в Новой Зеландии Ну, рыночек жилья Того, о чем мы и говорили Опять же Если взять по миру Чуть шире Чуть больше То нифига подобного Там пока еще не происходит Вот Турция Например По сравнению С 2019 годом На второй квартал Этого года 22 Плюс Доверие Типа Вы там тратить будете Или нет Потребители Такие Не хотим Все плохо Вообще страшно Ужасно Ничего не хотим Особенно Дорогие покупки Делать Автомобили Дома Микроволновки Компьютеры И так далее Вот если мы возьмем Этот индекс Он опростный Но очень хорошо Трекает Настроение людей И возьмем Вот этот National Association Of Home Builders Of USA Это индекс Индекс рынка жилья Ну представьте Что это все вместе Это и объем продаж И новые стройки И стоимость И так далее В общем Там скукоживается все Так вот Если вы возьмете его Подвинете на 12 месяцев вперед То есть возьмете Лак В 12 месяцев вперед И наложите его На индекс Этого потребительского доверия Еще раз 18 месяцев Разница То вы увидите Именно эту картину Что пики Пики Падинки Один в один Совпадают Вот один в один Но еще раз Между ними 18 месяцев Это очень важно Это сегодня И вот это сегодня Здесь 18 месяцев Между ними Просто Ну их сдвинули Специально Чтобы Чтобы визуализировать Вот 18 мантов Короче Через 18 месяцев Вот эта штука Тоже пойдет вниз Она и так Ну не наверху А пойдет она Еще сильнее вниз Люди Вообще будут В целом В среднем Вообще шугаться Любой идее Что-либо купить Оно примерно Ну что-либо Я имею ввиду Не еду Там И какие-то вещи А вообще Во что-то вкладывать Что-то делать Не сомневайтесь Если человек Не хочет покупать Автомобиль Не хочет покупать Квартиру Не хочет покупать Какие дорогие вещи Поверьте Он точно Точно Вот точно Не захочет В первую очередь Покупать там Биткоины Какие-нибудь акции Не знаю Тесла И что-нибудь еще Даже если вы будете Очень сильно его уговаривать Вот Это все туда же Еще раз 18 месяцев И та самая картинка Которую я очень долго Подводил Но она очень важная Это исследование А я не помню чье То есть из какой-то статьи Смотрите Влияние Жесточение ДКП Ну монетарной политики Когда все страны Действуют вместе И по отдельности Да Это моделирование То есть здесь Немножечко истории Опрувленный Проверенный И немножечко моделирование Просто когда вы в модельку Все запихиваете Так вот Если говорить По отдельности Давайте вот На примере ВВП По отдельности Это вот столбики А все вместе Это вот такие треугольнички ВВП Общий Ну допустим Страновый Или даже совокупный Если хотите Там по сегментам Возьмите В случае если Денежно-кредитная политика В странах этого блока Она не одинаковая Разнонаправленная Кто-то понижает Повышает Короче Все сами по себе То последствия Минус 0.8 Вот на этом уровне Но когда все действуют вместе То общее падение ВВП Ворот денег В экономике Ваши доходы Вот это все Чуть ли не в два раза больше Ну там в полтора Как минимум Совместное действие Приводит к синергии Результат Если ухудшают Он будет хуже Мы больше упадем ВВП больше просядет Чем если бы мы это делали По отдельности Или рассматривали Отдельно взятую страну Только которая что-то мутит То есть еще раз Повышают Да я напоминаю Повышают Все центральные банки Практически Сокращают балансы Многие центральные банки Или все Соответственно Совокупный эффект Будет больше А Внимание Вот это самое важное И это меня очень удивило На цены Совместное влияние Действует хуже Чем если по отдельности Я напоминаю Посмотрите еще раз На картинки Которые я привел Ну из тех Что я нашел Там в США Может быть отдельно взятая Инфляция скукоживается Окей По миру Если мы берем ее Вот инфляцию На планете Земля А не отдельно взятую страну По отношению К другой То там ничего Не улучшается Там пока только ухудшается Там жилье Мы берем Только на В топ 10 Каких-то стран По уровню жизни Или там Где пузыри были раздуты Там что-то окей Все снижается Но в других местах Они растут То есть Это все тоже Это туда же К вопросу инфляции Так вот На экономику Планеты Совместные действия В одном направлении Ухудшение Ужесточение Действуют В итоге Хуже Ну в смысле Они действуют Лучше То есть Уничтожают Спрос Лучше Уменьшают Экономику Сильнее Крепче То есть Делают нас Беднее Более эффективно Но На цены На инфляцию Непосредственно Они влияют Меньше Поэтому Исходя из этого Многие делают Вывод о Стокфляционном Сценарии У нас И стагнация ВВП складывается Безработица Растет Ну типа Депрессия И еще При этом На этом фоне Инфляция Дефляции Не происходит Дезинфляции Практически Не происходит Вот чего Все так опасаются Кто досмотрел До этого места Молодец Дальше пойдет Намного быстрее Я очень кратко Пройдусь По оставшимся Частям Анализ индексов Широкого рынка Вообще Ничего не изменилось С моего Последнего обзора Разве что Нашел Несколько Интересных График Того же Тимера Смотрите Перед вами Процент акций С S&P 500 У которых Next 12 months То есть Ожидаемый EPS Earnings per share То есть Доход на акцию Растет Их все меньше Меньше И меньше И на этот график Он наложил Дифференциал Криво Ставок Между Десятилетними Облигациями Между доходностью Десятилетних Облигаций И двухлеток И вот в этом Макро режиме Данная корреляция Очень и очень Четкая И то что мы Видим сейчас Это Довольно сильная Дивергенция Индексы Отросли Кривая Инвертировалась Еще сильнее Дифференциал Ставок Стал выше А количество Акций У которых Будущие Эрнинги Ну по крайней мере Их ожидания Понижены Их стало больше Что А что должно Драйвить Драйвить индексы Драйвить рынки Если все Существенно ухудшается Это большой вопрос Вот поэтому С точки зрения Индексов Широкого рынка Почти ничего Не поменялось Далее Здесь очень интересно Есть картинки По поводу Эвалюэйшн По поводу Оценок Различных индексов Различных стран Различных категорий Больше всего Что меня лично Интересует Как трейдера Среднесрочного И долгосрочного Наверное тоже Value компонент Недооценен Относительно Своего среднего Значит Напоминаю Что это такое Это за последние 10 лет Коэффициент Forward P&A Price and Вернинг Его диапазон В котором Менялся Для данного Фактора В данном случае Почти до 20 Growth Допустим Высокотехи Это как пример Growth Они не единственные А Growth Менялся Аж От 16 До Почти 35 И вот Треугольничек Это текущее значение Так вот Текущее 24,2 У Growth И 12,1 У Value Да Value и Growth Очень сложно Напрямую сравнивать Между собой То есть Для них Различные коэффициенты P&A Норма Это не значит Что если одни Меньше других Значит надо срочно Менять Но Когда такой Большой разброс Это имеет значение Плюс ко всему В среднем За 10 лет Value до сих пор Недооценены А Growth До сих пор Переоценены Текущее Треугольнички Они как бы Value ниже среднего У Growth Выше среднего Ну и что касается Может быть Развитых Развивающихся рынков Здесь в принципе Они оба Ниже среднего Очень сложно Что-либо такое сказать Ну типа Кто из них лучше Кто лучше Сделаем Такой спрей От ЕМ Относительно ДМ Я бы Наверное Пока не рассматривал Но Все может Все может резко Измениться В ближайшие недели Две Ну или месяц Что касается Да И это World Это по миру По совокупному Агрегированному Индексу MSCI То же самое По совокупному MSCI По секторам Мы имеем Что? Жутко Недооцененный Energy Прям вообще Просто Ниже Нижнего Ниже чем сейчас Он наверное Там однажды Когда-то был И Кто у нас? И некоторые Сильно переоцененные Например Какой-нибудь IT Ну то есть Понятно Всякие XLE Против XLK Напрашивается Вот И например XLE Против Ну вот Materials Ну возьмем Какой-нибудь XLB TF В принципе Довольно валидные Спреды Я думаю Есть смысл На них посмотреть Далее Что у нас тут еще Cyclicals Против Defensive Им есть куда Если что Расти Но Cyclical Компонент Я что-то очень Сомневаюсь Что он будет Трендить В ближайшее время Financial Против Товара Повседневного Спроса Ну примерно Так же себя чувствует Против DM Тоже А вот Value Против Growth Он в принципе С начала года С начала года А за последний год Мы же сейчас Все празднуем Ровно год С момента Объявления О начале Повышения Ставок С тех пор Фактор Value Сильно Перформил Фактор Growth Но Стоит ли Сейчас думать О том Что их надо Брать в обратную Сторону Нет Однозначно Не стоит Мне кажется Тренд Это только Начался Я дальше Кое-что покажу В следующем разделе Вот И что касается Будущих Ревизий Ну то есть Переоценки Доходов Опять же Это MSCI World По секторам Извините Но Energy У нас Самый лидер Он в принципе Он единственный Фактически Energy И может быть Ну вот На 23 год Меньше всех Пострадал Материал В плане Снижения оценок Все 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 смотрят На Energy Та же самая Картинка Тоже от Goldman Sachs Просто более точная И чисто По S&P 500 То есть Если то было по миру Это по S&P 500 Вот Степлс Немножко уже Переоцененные Consumer Discretionary Всякие Циклические Компоненты Очень переоценены Utilities Тоже умудрились Упороть Куда-то наверх А вот Communication Services Ну там Своя история Их сильно слили С начала года И сейчас продолжают Сливать То есть Это еще не повод Считать Что они такие дешевые Относительно На всего S&P 500 Но Energy Однозначно Просто выбился Очень сильно Выбивается На фоне всех остальных Для тех Кто обязательно Спросит Типа Ну и что Какой вывод Какой Самая недооцененная Часть Это Energy И Health Care Все Если вы собрались Прямо сейчас Что-то паковать В портфеле Вот если вам Прямо надо Я бы этого Не стал делать Сейчас Но если вам Прямо надо Деньги Жмут карман Чемоданы Ломятся Их разрывает То если вы Что-то и хотите Купить То покупайте Здесь Не инвестиционная Рекомендация Но если бы у меня Было так То я бы покупал Именно их Что касается Стран отдельно То США До сих пор Как бы выше Сильно выше Своего среднего То есть Еще раз У нас тут кризис Рынки упали Медвежий рынок Все дела Но сильно выше Среднего Привычного Япония Очень дешевая Я про это уже говорил Европа Очень дешевая Но внимание Там еще все Только впереди Про Японию Мне нечего особо сказать Я не очень слежу Но каких-то таких Супер новостей Данных по ним Что вот А там вот хуже Чем в Европе Такого нет И немножечко Чуть-чуть Ну в принципе Inline В среднем Emerging markets Тут все нормально Здесь Ну это повторение графика Опять energy Недооценен У нас IT переоценен Short против Long Как вариант Equity flows тоже Emerging markets Заносит больше Чем в developed markets Ну разница не очень большая Тем более что это процент От total net asset То есть это не количество денег Какого-то типа распределения Окей Возможно Я пока таких Прямо сейчас Каких-то таких сделок Рассматриваю Но в принципе Спред Develop markets Против emerging markets Я жду Ну об этом может быть Чуть ниже В разделе торговой идеи Потому что Valuation у них действительно Очень сильно отличается Они прям На одно стандартное отклонение Emerging markets От developed markets Относительно среднего За 12 лет Очень дешевые Вот Тем более что Все предыдущее время Постковидное Им явно Уделялось Очень мало внимания Куда идут деньги Ничего Абсолютно ничего Не изменилось С предыдущего Обзора Тут прошло всего Несколько Три недель Даже меньше Поэтому нет смысла Повторяться Показывать одни и те же Картинки Единственное Просто нашел Классную картинку JP Morgan Вместе с Peng Chang И QDS И QDS Умудрились Каким-то образом У них там Своя методология Понятно Через них Много кто Транзачит Через GPM Они умудрились Оценить Без учета ETF То есть Это не Ассет Андерменеджмент А конкретно По отдельным акциям Где куда идут заливки По темам Ну в данном случае По секторам Графики недельные Ну смысл в том Что последний месяц Был отток Практически Ну Нетто отток Почти по всем Суммарный Я имею ввиду Нетто отток Почти по всем Секторам Типа о чем это говорит Ну интерес Не очень высокий Еще раз Это только акции Какая-то точечная Калибровка Здесь очень Очень низкие цифры Там 4 миллиарда Там 6 То есть Если бы мы ETF взяли Это были бы десятки А то и сотни Миллиардов В итоге Совокупно Если брать отдельные То вот расклад Примерно такой Больше всех Страдает Information Technology Если брать по планете Если вы вспомните Отчет от Deutsche Bank Именно по ETF То в Information Там не то чтобы Много заносит Там с начала года Много заносили Сейчас он как бы Стагнирует То есть Общее количество денег Которое туда заносит Оно практически Общее количество денег В этих фондах Оно практически Не меняется То есть как бы Кто-то выходит Кто-то заходит Нетто мы практически В нуле Раньше Это к тому что Приток явно Остановился И встает вопрос Действительно ли Information Technology Это та доля Ваших будущих портфелей Моих в том числе Которая нам нужна В следующие годы Большой вопрос И вот интересный Классный график Он тоже от JP Morgan Они его отдельно Публикуют Сейчас опять Вместе с Коллаборейшн С этими Peng Chang И так далее В общем это Кумулятив Суммарный Суммарная заливка Суммарный Флоу Со стороны ритейла Ну вот как-то Они так делят Поверьте Они могут Они знают Как там Плюс-минус Прикидывают Но с начала года Или даже С момента Когда Пауэлл Нам о чем-то Рассказал Интересном Ритейл Умудрился Только заносить При том что Индексы падали Это типичное Усреднение Ну в смысле Это нормальное Поведение Людей В среднем Всегда В какой-то момент Они могут Начать выходить Даже из своих Минусовых Этих позиций Убудочных В принципе У нас еще есть Там серьезный Задел Нападение Еще раз Объема капиталов Которые туда Пристроены Те к тому Что люди еще Не распродают Свои накопления Активно Для того чтобы Гасить свою ипотеку Или что-нибудь еще делать Все может быть впереди Не обязательно Но может Если вы посмотрите То например В тот же ковидный период Слушайте Ну там все на панике было Там как бы Продажи были минимальные Там бедов не было Поэтому так провалили Но прям Чтобы народ избавлялся Такого Посерьезки не было Все впереди Ждем Вот этот график Тоже периодически У меня фигурирует Просто дружеское напоминание О том что Венчур И всякий Private Equity Market Все такое Он в спячке Я бы даже сказал Он где-то в коме А не в спячке На IPO денег Не привлекается Ну типа сравните С сотнями миллиардов Предыдущие годы Доп размещений Тоже мало Хотя в принципе В ближайшее время Наверное это единственный Будет источник финансирования Корпоративных Долговых бумаг Не выпускается То есть у нас прям Нет отток По сравнению Там допустим С прошлым годом Это минус 10% Что из этого следует Меньше байбеков Меньше там Не знаю Развитий Меньше вот этого всего К чему мы обычно привыкли За последние лет 5 Все Мы идем ровно в обратную сторону Прям развернулись на С-80 И бежим от того К чему очень долго шли Вот Ну и МНИ сделки Какие более-менее проводятся Причем большей частью Вне США Окей Но все равно По итогам года Вся эта история Сложилась Где на четверть Где Где больше чем В три раза Извините В два с половиной раза В общем вопрос закрыт Такой период Котлетить Не рекомендуется Далее Ребята Из JP Morgan Тоже Напоминаю Все эти отчеты Лежат в канале Очень интересно Сделали разбор По динамике Изменения Предпочтений Инвесторов Смотрите Здесь 20 лет Период взят Акции Чуть-чуть Стали менее интересны Ну правда В последнее время Опять Увеличилось С кэшем В принципе В целом Все как было Фикст инком Естественно К нему интерес Все время падает Масса причин В том числе Постоянное снижение Доходности И отрицательная Реальная доходность Это понятно Зачем в ней сидеть Если денег она не приносит Но вот всякие Альтернативы Они стали Наиболее популярны Что сюда входит Здесь же Наша любимая крипта Здесь же Венчурный рынок Здесь же Какие-то Структурные Если хотите Продукты Не знаю Какие-нибудь Недвижимости В общем Реальный сектор Вот это вот все Как бы С 2007 года Всякая редкость И реальность Стала даже Чуть больше Интересна Чем акции Опять же Речь идет О проценте От всех денег Которые туда Инвестированы То есть Понятно Что меняется И количество денег Со временем И меняется Процент распределения Внутри них Тем не менее Тренды Налицо Ну я так понимаю Что просто Особо Остро За последние годы Очень резкое Изменение Fixed Income Потому что Ставки в пол Извините Все на нуле И что там делать И Очень заметный Такой Сильный Крепкий Рост Со стороны Альтернативных Вариантов Не спешите Выкидывать Свой старенький Автомобиль Или какую-нибудь Оригинальную Мебель Или старое Вино Не рекомендация Но выглядит Примерно так Ребята из Голдманов Я эту картинку На самом деле Только из-за Двух Графиков И таблиц Сюда вынес Ну вот это В точности Повторяет То что мы Только что Смотрели У JP Morgan Доля кэша Чуть-чуть Растет Кредиты Ну я имею ввиду Все fixed income Падает Акции Ну где-то плюс-минус На одном и том же уровне Последние 20 лет Мне вот это Больше нравится Если вы за мной Давно следите Меня читаете Смотрите картинки Эти которые Я постоянно публикую То вы вспомните Что весной Эта цифра была 87 триллионов Что доли практически Не меняются Доли распределения Ну вот Households было Домохозяйство Были 39 Стали 37 За год ETF были 10 Стали 8 Хедж фонды были 2 Стали 3 кстати Ну но самое главное Что было 87 Стало 63 триллиона Это совокупная стоимость Кажется Кто-то немножко Обеднел И опять же Дружеское напоминание Goldman Sachs От их аналитиков О том что на 23 год Это очень важно Вот ближайший У нас основной Спрос на акции Все равно останется Стороны корпорации Ну в основном Это байбеки Ожидается Снижение интереса Снижение интереса Со стороны Иностранных инвесторов Снижение со стороны Домохозяйств Какой-то прирост Со стороны Пенсионных фондов Ну им надо Портфели забивать Отток Из взаимных фондов Итого У нас Нам в общем-то Особо нечем Поддерживать рынки То есть Сотен миллиардов долларов Как было допустим В 21 И И ожидаем В 22 Году у нас Нет Что делают другие Очень много Что делают Это отдельная тема На очень длинный разговор Можно очень много Данных Графиков найти Я вот Слежу за ребятами И с Прометеос Ресеч У них Свои портфели Они тоже управляют Деньгами Читаю их статьи Мне очень нравится Они очень кратко Емко Аккумулируют Данные по макро В чате Вы можете найти ссылки На них Либо приоттачу К посту С данным видео И вот это их На Если не ошибаюсь На 14 Ноября Это аллокация Их портфеля 58 Почти процентов Кэш Ликвидные формы Это их дело Они не показатель У многих по-разному Фонд фонду рознь И инвестор инвестору Тоже рознь У каждого Свои предпочтения Свои риски Свои желания Просто хочу показать И тенденцию И на мой взгляд Правильную позицию При этом С чем я не очень согласен У них почти 13 процентов Золоти В серебре И вообще В принципе У них портфель Большей частью Из комодитис Это мне нравится Просто золота Многовато Ну опять же У каждого Свои предпочтения Но вот что Мне особенно нравится И я в этом с ними Тоже полностью согласен Они до сих пор В шарте По длинным облигам Мы сегодня еще будем Про облигации говорить Но И не то чтобы я на них Ориентируюсь Нет Мне все равно Чем они занимаются Конкретно Мне интересно А что они думают И что они делают Самое главное И делают они вот что То есть они Не расценивают пока В смысле Не меняют Композицию портфеля Они не добавили 30% бандов Они сидят В шарте По ним Я конечно В шорт не собираюсь Особенно по дальним облигам Но и в лонг Я их пока тоже Не беру Но об этом чуть дальше Факторный анализ Я про это уже сегодня Упоминал Смотрите Nasdaq 100 Против Small Cap Это тренд С 90-го года Понятно что Всегда ротация Но смотрите Вот это Пик Dotcom bubble Мне кажется Ну и в принципе Они это тоже Так называют Они это ребята Из Bank of America Так называемый Paradigm shift Да То есть Смена парадигмы Так долго Фактически Фактически 20 лет У нас было Предпочтение Акциям роста Высокотехом Высокотехнологичным Быстро развивающимся Постоянно вкладывающим В свое развитие Компании Живущим в долг Ну и период Низких ставок Все понятно Это оно В принципе в то время Как ставки ползли вниз Это соотношение Повзло вверх Теперь ставки Ползут вверх Соотношение Ползет вниз Так вот Paradigm shift В том что У нас был Как бы просто Ну такой Длительный Сагнационный Период Ну то есть У нас номинальный рост Точнее реальный рост Был очень низкий А теперь Нам предлагают Готовиться к длительному Стокфляционному Периоду И реальный рост Отрицательный Или слабый Очень низкий И высокие ставки Да И еще Потенциально Это будет Инфляционный режим Такие дела Я к тому Что Не исключаю Что в ближайшие Действительно 10-20 лет Интерес все больше Будет нарастать В пользу Реал Ну Как бы Реал Иконами Всего того Что Не про технологии Не про длительную дюрацию Не про Вот эти ожидания В будущем А вот Что-то более Такое Знаете Приземленное Более понятное Более ощутимое И с результатом Немножечко поскорее Это что касается Акций И small cap Компании Они в принципе В этом смысле Они полностью Отвечают требованиям Ну естественно Хорошие компании Плохих не надо В данном случае Взяли Если не ошибаюсь Russell 1000 Ну он как раз Он как раз Про 1000 Хороших или неплохих Будем иметь ввиду Следующая картинка Ровно про то же самое Просто здесь NASDAQ против Russell Ну только Только взято Не NASDAQ к Russell А Russell к NASDAQ Вот здесь идея Примерно та же самая Мол и не кажется ли вам Ребят что отсюда Теперь у нас будет Такая же динамика Там скажем Одна декада Вторая там с небольшим И следующая Будет примерно В сторону От Высокотехов С длительной дюрацией С высокими коэффициентами Ну мультипликаторами И с обещаниями завтра В сторону компании Которые работают Здесь и сейчас И работают достаточно успешно Вот Если взять S&P 500 Small cap Trailing price And earnings То они Очень-очень низкие То есть как мультипликаторы По ним очень низкие Не то чтобы Супер показатель Но рекомендую Присмотреться Потому что раньше Эти графики Такого возбужденного Обсуждения Не вызывали Дальше Мои любимые теханализы В данном случае От Goldman Это их Моднявая матрица Корреляции Она разделена На две части Корреляция просто По ценам За 20 лет И корреляция За последний год По приращениям Это просто очень важно Потому что год Необычный То есть если мы возьмем Какой-нибудь 19-й 18-й 16-й Отдельный Или период Предыдущую пятилетку То здесь цифры будут Совсем другие Но конкретно в этом режиме В этом году И в ближайшем режиме Который нас ожидает Здесь корреляции Довольно Довольно Интересные Ну во-первых В принципе Это достаточно старая история То есть как бы Кредитные спреды Я имею в виду Корпоративные кредитные спреды Очень сильно коррелируют С динамикой индексов В целом Понятная идея Понятно в этом году Они вместе падают То есть как бы У нас падают сильно И облигации Причем все подряд И акции То есть у нас Портфель 60 на 40 Никого не спасает И банды больше Не в противовес Надолго или нет Я не знаю Но вот год Выдался вот таким Дальше Чего я никогда Не следил И не знаю Я валютами не торгую Может вам это будет интересно Но достаточно высокая С точки зрения Приращение Между австралийским Долларом И золотом Ну там в принципе Голдмайнеров-то много В этом году Мне кажется Она какая-то Особенно выдающаяся И вот это Мне больше всего В принципе Я из-за нее Эту картинку оставил О том что Развивающиеся рынки В целом Изменение цен на медь То есть изменение Цен акций Развивающихся рынков Изменение цен На медь Ну скажем так Не то чтобы супер Но довольно сильно Скоррелированы Между собой Это понятно Рынки в основном Из тех которые В ЕМ входят МСА ЕМ Они большей частью По большей части Экспортно ориентированные Всякие добытчики Ну то есть Те кто продает ресурсы Наверное поэтому Хотя с нефтью Такой особой корреляции Здесь нет Скорее всего Это Это та самая Макрофакторная корреляция То есть Медь как прокси На запрос На аппетит К хайбета К хайриск активам ЕМ туда же относится Ну и мержен маркетс Я думаю Что где-то здесь Собака зарыта Что В дальнейшем При любом Потенциальном Оживлении рынком То есть повышение аппетита К риску Мы будем видеть Как индексы Эмержен маркетс Будут стартовать Первыми Ну вместе с той же Не знаю там Медью С золотом Всякими высокорисковыми Оставшимися активами И биткоинами И убыточными техами И вот всем таким Технические анализы Абсолютно без изменений С прошлого обзора Не изменилось Абсолютно ничего Вот единственное Что может быть Чуть-чуть поменялось То что Назда Все-таки прилип К 11500 В то время как Остальные очень сильно Отлетели Ну типа Рассел СНП500 От своих Справедливых Как я их насчитал И многие другие Оценок Они очень сильно Отлетели Назда Топчется как раз В принципе там Где ему положено быть Остальные уровни Которые я считаю Интересными С точки зрения Вот ну здесь Пуаритет между балансом Как бы желанностью Успешностью Фундаменталом Оценками Премиями Премиями За риск Будущими Ожиданиями Поломок Экономики И так далее Я их обозначил Они пока не меняются Они в общем-то Консенсусные Я здесь Ничего добавить Не могу Тут уже Весь интернет Захлебнулся От того Что вот Видите Видите как СНП Снова оттолкнулся От своей 200 дневной Скользящей средней Окей Может быть Я про скользящие средние Ничего не знаю Знаю что у нас тут Очень много событий До ближайшего повышения Ставки мы их Сегодня Немножечко Разобрали И в общем-то В общем и целом Для меня Все-таки 3600 Какое-то Более-менее Понятное Значение В текущих Реалиях 400 Для меня Типа знаете Обычный пузырь Этим можно Воспользоваться То есть Ну окей Не обязательно Это ругать Харить Да Можно что-то С этим сделать Но я предпочитаю Сейчас ничего не делать До сих пор Я почти весь год В защите И дальше Буду продолжать Это делать Пока ситуация Либо не начнет Меняться Либо не буду находить Вот истории Типа как с золотом В конце октября Либо спреды Котлетить в индексы Нет Увольте Сейчас Это неинтересно В остальном же Рынок Во вполне себе Ожидательные позиции Новых Хайов Лайов Практически нет То есть Истерики нет Волатильность На минимуме Пут Кол Рейшо В норме Викс Кривая Спит В общем Как ей И должно быть Акции выше 200 дневной Скользящей Около 40% 50 дневной Скользящей В районе 65 Многовато Для предрецессионного Сценария Поэтому Запас На хорошее падение С технической Точки зрения У нас есть А в целом Все что было сказано В предыдущем обзоре Опять же все валидно Рынок криптовалют Дал очень много Комментариев В интервью Денису В чате Много чего писали Об этом Ну ничего не изменилось Всего лишь 3 недели Прошло каждый день Об этом писать Я не вижу большого смысла Ситуация еще Не нормализовалась Но если вы помните Мой большой обзор По поводу Дна биткоина Где я приводил Данные Из опросов От Bank of America Опросов Частных инвесторов Институциональных инвесторов О том Что вы там собираетесь Делать с криптой Мы там собираемся Котлетить Наращивать Вообще все хорошо Это был Май Июнь В принципе То есть это было Такое падение При котором Ощущение было Блин Подешевело Хорошо Можно брать То теперь Например У них настроения Совершенно другие Типа Собираетесь ли вы Наращивать экспозицию Или сокращать И если говорить о крипте Очень мало кто хочет добавлять Ничего не будут делать Практически Серединка Вот И половина Собирается Свои позиции сокращать Естественно Они еще сто раз Передумают Если что-то изменится Это текущий срез То есть это октябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь Это данные Свежайшие По горячим следам По старым шрамам Вот поэтому Ну естественно Это все Очень быстро Еще раз говорю Изменится Но пока Сентимент Примерно такой То есть ожидания Негативные Ну что мы и видим В ценах Про облигации Это больная мозоль Потому что я Вот летом за ними охотился Ну я в принципе Что-то заработал на этом А сейчас Вот все мне Каждый день Мне кто-то пишет Антон Не пора ли котлетить В облиге Не пора ли котлетить В облиге Я сначала говорю Нет-нет-нет Не пора Вот все это время До сегодняшнего дня Сейчас я официально заявляю Что я не знаю Мне очень нужны данные Вот до ближайшего заседания Те которые мы увидим Данные по инфляции Данные по рынку труда И какие-то Чуть получше Очертания Ну то есть Рецессионный сценарий Или нет Потому что если рецессионный То хорошо Уже можно начать загружаться Может быть не All-in ТМФ Но отчасти Посматривать куда-то В TLT И другие Дорогие фонды Без особых плечей С короткими стопами Наверное Наверное будет неплохо Еще раз надо дождаться данных Но есть что сказать По этому вопросу Во-первых Год естественно Отвратительный И жуткий Для бандов Из бандов Валили страшно И много При этом В предыдущие годы Очень хорошо заходили То есть даже в акции В этом году Сколько-то занесли И в два раза больше Из бандов Вынесли То есть это такая Ротация Ну не сказать что это прям Своп Но в данном случае Мы видели прям Обычную ротацию Чего не было В предыдущие годы И вот этот график Я прям кайфанул Очень здорово Что мне не пришлось Его изобретать Это от JP Morgan Он гениальный На самом деле Рекомендую к нему Присмотреться Смотрите Сверху у нас Кумулятивный флоу Не кумулятивный А понедельный Либо помесячный Неважно Короче говоря Столбики сверху Денег занесли Столбики вниз Деньги вынесли В фонды управления Облигациями Ассетс Андерменеджмент Те самые Вы про них хорошо знаете Естественно В период Когда ставки растут Цены сильно падают Из фондов бегут Не совсем И не всегда Это понятно Но при снижении Ставок У нас может быть Лютый жуткий отток Как это было в 2020 году Причины были Не монетарные Не ДКПшные Они были чисто Ситуативные В этом году Все очень типично Немножечко Ставочки поросли Но при этом Деньги заносили Очень сильно Рассчитывая Что все будет так и дальше Ставки ФРС Будут постоянно на дне Дальше ФРС Начала крайне агрессивные Ставки свои повышать Из фондов Сильно побежали Общие доходности В данном случае Десятилеток выросли Но критический момент То в чем Я полностью с этим согласен Почему я не спешу Котлетить в банды Я про это пишу Я говорю Антон время Нет не время А когда время Я говорю Когда мы поймем Что ближайшие Два заседания Повышения Условно не будет Но и это еще Не совсем время И вот ребята Из JP Morgan Это прям наглядно показали Смотрите У нас синенький Доходность десятилеток Черники Это Фед фан Цветами Они отметили Ну вот этими кружочками Они отметили моменты Когда Фед Развернулся Это то о чем я говорил Вот все спрашивают Антон Чего ты ждешь Жду когда Фед Развернется Зачем Чтобы понять Когда мне совершать Крупные сделки То есть рисковать По крупному Когда я прям буду Рисковать Своими деньгами Прям по настоящему Не по наружку Как весь этот год Ну то есть покупать Что-то там На 50-100 тысяч С коротким стопиком Там минус 2000 выйти Плюс 2000 забрать Не вот это все А прям нормально залезть Чтобы делать себе Хорошую подушку Либо хорошенько потерять Вот чтобы это делать Я слежу Что делает Фед Он готов развернуться Или нет Смысл в том Что с момента Когда Фед разворачивается После этапа повышения У нас вовсе не наблюдается Какого-то серьезного Похода в банды Ну то есть это прям Такой Ну точнее не так Он наблюдается Но не сразу То есть как бы Период остановки Начинается В них потихоньку идут При этом ставки Не спешат снижаться То есть они какое-то время Держатся там В определенном коридоре Поэтому я говорю С того момента Как Фед прям Вот все Мы прям вот точно Будем знать Уж не знаю Как это будет выглядеть Но допустим Мы точно будем знать Что Фед развернулся Остановил цикл повышения Окей Надо будет выждать Еще немножко Получить достаточное Количество данных Убедиться Что будущий Экономический рост Сильно под вопросом И инфляцию Все-таки сшибают И вот в этом режиме При этих условиях Будет масса Еще раз Масса Хороших точек Для входа Рынок бандов Огромный Это не говностака Это не убыточный тех Это не какая-нибудь там Там Virgin Galactic Или MicroStrategy Это не биток Здесь так не будет Что вот Вчера залезли За месяц Все отросло И больше все Все мы не успели Нет Это будет длительный период Если он будет Но пока Все сводится к тому Что вот эти вот Высокие ставки Это надолго Но у дальних бандов Есть одно большое преимущество Они отражают Ожидание инвесторов Относительно Будущего экономического роста То есть это не короткие банды Которые сразу на все И быстро реагируют Поэтому при таком убийстве Как сейчас Бандам ехать Можно будет Долго И высоко Я имею в плане цен А доходности Будут Вполне возможно Могут быть Сильно сбиты Опять же Если не изменится Две вещи Если инфляционные ожидания Все-таки пойдут на спад Это важно И если мы не будем знать И другие не будут знать О том что Политика нулевых ставок Или около нулевых Окончательно покончено То есть если мы вдруг увидим Что или нам покажется Что с этой политикой Все закончено То надо будет садиться И думать заново У меня нет сейчас Никакого ответа на этот вопрос Типа что мы будем делать Будет день Будет пища На сегодняшний день Я не схожу из того Что это просто Некий период В нашей жизни Он в рамках Классической Там последнего века Парадигмы То есть жизнь в долг То есть снижение ставок Для будущих поколений Чтобы они могли брать В долг еще больше Снижение экономического роста То есть деградация всего Начиная от производительности труда Снижение трудоспособного возраста Не знаю Желание работать Ну вот это вот все И длительное удержание Федом ставок На высоком уровне Чтобы сбить спрос И инфляцию И поломать экономику Так чтобы в будущем Инвесторы Не могли себе позволить Требовать более высоких доходностей Вот поэтому Соответственно Они будут сокращаться Ждем Как говорится Надеемся и верим Я пока не залазил в банды В прошлом ролике Я сказал Что фонды уже поперли Правда из корпоративных Тут на днях Очень сильно убежали Что это было Я не знаю Я не разбирался Я не успел посмотреть Но я все-таки Пока воздержусь Даже если ТЛТ уже отросла хорошенько ТЛТ Так Я их покупал Я их покупал вот здесь И вот здесь я выходил А вот здесь я их не покупал Хотя очень хотелось Я говорю Для меня Факторы еще не сложились Да Отскок был лютый 92-104 Блин Здесь там 12% Почти пропустил Но это не фигово Ну Главное Главное следовать Своим правилам И своим Ну и своей модели Работы Вот И своему макросценарию Своему пониманию У меня понимание вот такое Еще не время Я не знаю Будет там дно или нет Но как бы я вот Чтобы мне сесть В них Вот для этого Я уже описал перед этим Должны сложиться Несколько факторов Сейчас я Таких факторов Не вижу Это все-таки далековато От периода С 10-го По 20-й год Когда их цены росли И нужно было ловить Вот эти среднесрочные Или даже квартальные моменты Когда Извиняюсь Период с 2010-го По 2020-й Когда Можно было По нарративу Определить Какие-то Кажем Уровни С которых Можно было Стартовать Вновь и вновь Сейчас я пока вижу Только Нисходящую динамику Вот И когда я увижу Потенциально восходящую Тогда зайду Скорее всего Если еще буду вести канал И об этом напишу Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Ну вы поняли И дружеское напоминание О тех же Джипи Морганов Это их прогноз Всего лишь прогноз Но И еще раз Я с ним Вполне себе солидарен Вот Если мы возьмем Сегмент от 10 лет С фаркастом На 23-й год Ну 24-й Даже не берем Это фиг знает когда Но Извините Я тоже Не вижу оснований 20-ти леткам Очень далеко И надолго Отлипать От 4-х процентов Доходности То есть Чтобы Чтобы Прям ожидать Что с 4-х Мы упадем на 2 Для этого надо Чтобы произошло Довольно Довольно много Всего интересного Да Мы сейчас Жестко скорректировались С 4-х с половиной До До 3.9 До 3.8 Я согласен Это Очень много Но Это было Достаточно неожиданно И в мой Макронарратив Оно не вписывается Я буду ждать дальше И напоминаю Все что у нас есть Оно кричит Про Инфляционное будущее Стокфляция Не период Для покупки бандов И если все-таки Мы Окончательно Разберемся с вами И придем к тому Что у нас Стокфляция То эту идею Вообще придется Выкинуть в мусорный ящик И ждать там От нее Ничего особо Не придется И пока что Все до единой метрики Они вот просто орут Что в банды входить Еще рано Еще не время Это начиная От КУЕ ДКП И заканчивая тем Что весь мир Весь мир страдает От инфляции Поэтому ждем Сырье В принципе Пара слов Просто наткнулся Тоже на графики Которые помогут мне Очень быстро сделать контент В одном видео Рассказая сразу Все что хочется Мне это очень нравится Я эту идею тоже разделяю Она макроэкономически Очень понятна Смотрите Исторически С момента Когда фет Вот прям точно Железно И окончательно Говорит Все Это последнее повышение Дальше проходит Какой-то период Потом Может быть идет понижение Это уже пофиг Главное что они Остановили повышать В среднем В среднем За 10-20-15 лет Я не знаю Сколько У этого индекса Беком История Проходит Около 300 дней Прежде чем Цены на комоды В данном случае Металлы Промышленные Валятся А потом Не надо Рассчитывать На то Что когда Фет Развернется Отсюда Все полетит Наконец-то Медь Цинки Золото Что хотите Нет Даже статистически Это не так Объясняется Тоже Довольно просто Фет Тормозится Когда Он убедился Что вот Мы нормально Сломали А когда Мы нормально Сломали То потребность В промышленных Металлах Довольно низкая Производство По всей планете Стагнирует А на графике Выше Я уже показал О том Что когда Еще Все центробанки Мира В целом Идет тренд На убийство Экономик Повсеместно Как бы То я даже Не знаю Что должно Заставить Производителей И потребителей Вновь сговориться И начать потреблять Невероятное количество Промышленных металлов Энергии И всего остального Ну к слову сказать Их же прогнозы Например по Китаю Очень-очень Оптимистичны О том что Потребность Промышленных металлов Будет очень высокая Но по миру По миру Она достаточно низкая И только планируется Где-то выход К 24 году На новые мощности Окей Может быть Я Не специалист По рынку металлов История с тем Что котлетить В комоды Сразу В момент Остановки Повышения ставок Наверное Не самая разумная идея Но падать они Не должны Поэтому На отскоках Почему нет Например Ребята из Прометеос Примерно этого Видимо и ждут Саммари по рынкам И немножечко торговых идей Я постараюсь Сильно не повторяться Очень много задают вопросов Антон Тут все кругом пишут О том Что нефть разошлась С Энерджи Сейчас расскажу Про длинные облигации Повторюсь Про факторные спреды Сегодня будет Очень-очень мало Оставлю на потом Потому что Мне нужно Дождаться Выхода статистики Данных И что там скажет Пауэлл Давайте начнем С нефти Вот этот график Которым в меня Тычут все Ну Типа похожие Это графика True Insights Это MSI World Energy Sector Индекс Акции Мировых Добытчиков Переработчиков Нефти И так далее Вот он И цена на нефть И типа смотри Как он Ну то есть Обычно Типа вместе ходят Да конечно А сейчас Вот типа Нефть упала А эти ребята Вверх Мол Ну ты видел Ну точно XLE Short Или там Какой-то Аметь Long А я говорю Ребята Остановите коней Ну кстати Вот так он выглядит Если мы возьмем Вот чисто Индекс по США И WTI Нефть То казалось бы Сейчас просто Нужно нефть лонговать Ну какую-нибудь ETF-ку на сектор Ну допустим XLE Ну она отлично Отражает этот индекс В смысле Она же его отражает Типа их в Short А нефть Ну через какой-нибудь Oil ETF-ку Главное не USO USO не надо брать USO плохая для лонга То как бы Вот хорошая сделка Может быть Ребят Я не ванга Я не буду участвовать В этой истории Именно в таком виде Short XLE Long Нефть По поводу Long Нефть Я скорее соглашусь Ну то есть Слишком много Факторов За то Что цена вырастет Да Она сейчас припала Супер Как некоторые говорят У Байдена есть возможность Ну вообще у США Набить свои запасы Дешевые нефть А потом это все дело Повторить с Европы Впереди зима Ну вот это все Ну в общем Все знают этот нарратив Он понятен Вот еще с России Тут что-то непонятное Я хочу обратить внимание Вот на что То о чем я говорил В предыдущей части видео О том что Нет на этой планете Ни одного аналитика Включая меня Который бы не мог Насчитать Прогнозы По будущей прибыли И это С текущей ценой На нефть Я хочу обратить Ваше пристальное внимание Вот по текущим ценам А не тем Которые были Там в феврале Допустим Или в марте Что Энерджисектор Планетарно Он Он вообще-то Единственный От кого ждут Добавление Доходов И номинальные Реально Это первое А второе То есть одно дело ИПС У нас собирается вырасти А другое дело ПИНАИ У нас безумно низкий Для них Если вы инвестор У которого Скажем Строгий запрос На инструменты С низким риском То есть Ну с высоким потенциалом Не считая ИПС Просто Коэффициент ПИНАИ Берем мультипликатор И типа вот Смотрим по нему Реальные ставки Сравниваем И ПИНАИ Вообще так В общем То у вас как бы Вы на карте возможностей Вам некуда Ткнуть пальцем Вы можете попасть Только вот В нефтедобытчиков И нефтепереработчиков Ну так получилось То есть Ну а куда Гугл? Нет Амазон? Нет Осана? Нет Пейпал? Нет Биткоин? Нет Что еще? Кока-кола? Нет Производители туалетной бумаги? Вообще под вопросом Ну автопроизводители? Нет Перевозчики? Нет Авиаперевозчики? Тоже нет Я не буду вас затрачивать дальше этим Но смысл вы поняли То есть у вас Самый И недооцененный В целом И относительно рынка И относительно мультипликаторов Чего угодно Самый недооцененный Список активов Он где-то в нефтедобытчиках лежит Ну вот Акции нефтедобытчиков И единственные От кого ждут Что они На следующий год И дальше будут растить Свою выручку И номинальные И реально Это тоже они То есть у вас как бы Флэш рояль У вас Бес растущий Растущий ИПС Растущая доходность И идеальный коэффициент Для желающих Скажем так Крискнуть Но с низким риском Назовем это так Я против Такое сделать Отдельно Лонг нефти Полностью поддерживаю Отличная идея Было бы у меня 10 миллионов Я бы 100 тысяч Отправил в эту идею Вообще не думая Просто Причем взял бы Наверное Опционов Прямо на эти деньги И все По поводу Шорт нефтянки Акции нефтедобытчиков Переработчиков Не стал бы этого делать Просто Вот просто Исходя из этой картины Это не говоря уже О личных каких-то Идеях И мнениях Мнение такое Что это действительно Один из самых Скорее всего Востребованных активов Будет на планете Вообще Ну с точки зрения И приложения капитала И инвестиций Там с госучастием И так далее Сложно Я бы не стал Такой спред Брать Это в шорт А это в лонг Брать ли их здесь в лонг Ну глядя на график Стремно Потому что они уже Очень сильно выросли Но так всегда бывает Очень тяжело брать то Что стремится В правый В правый верхний угол Вашего экрана Ощущение что Оно же так сильно выросло Посмотрите На картинку За несколько лет А что посмотрите Давайте я вам ее покажу Вот возьмем С 2000 года Красный Это нефть Вот я ее сейчас выделю Это у нас XLY Товары Вторичной необходимости Вот банки Сектор коммуникаций Здесь где-то технологии Вот период Когда нефть была в топе То есть представляете Какой был отрыв От остального рынка Вот где она была На начало прошлого года И вот где она Всего лишь сейчас Ну то есть Потенциал по-моему Очень даже большой С нефтью все Теперь повтор Про длинные облигации Во-первых Напоминаю Что у нас впереди Бесконечное количество Статистики Благо время Конечное Надо две недельки Подождать Прежде чем Мы узнаем Очень многое о том Что нас ждет впереди И с чем мы Закрываем 2022 год Без этого Никаких сделок Долгосрочных Да еще котлетящих Мне кажется Вообще быть не может Это первое Второе Инфляция На планете Земля Бушевать не перестала Даже если в США Мы видим легкое улучшение Не забывайте Рынок бандов Очень-очень Связанный Между всеми Это рынок Госдолга Большой рынок Государств много Ну вы поняли И это вам Фонд Кати Вуд Все что есть Вообще Из индексов Хоть как-то Related Связанных С инфляцией У нас Мягко говоря Кричит о том Что ребята Она высокая Она ужасная Она страшная И вроде Она пока не собирается Сворачиваться Идем дальше Прежде чем Банды Чисто статистически Исторически Начнут расти Мы должны дождаться Когда Фед Вот прям Железно развернется А я напоминаю Что у нас Просто из объявленных Из запланированных Еще минимум Два повышения Как будто бы В ближайшие два месяца Я вообще не стал Об этом говорить Это еще одна Еще один элемент Чекпоинта Который против того Чтобы котлетить Ребята из Жипи Морганов Я и многие другие В общем-то С ними согласны Не очень хочется Не очень видеться Что на ближайший год У нас Будет какая-то Лютая Серьезная просадка По самым дальним Облигам Как бы не прибили Эту доходность Гвоздями К этому уровню Вот Четыре Четыре плюс И все Ни выше Ни ниже Боковик на три года Вообще легко Вы даже не можете себе представить Насколько это легко Облигации Это не акции Тошнить в рейнже Там 10% От текущих цен Абсолютно нормально Ну и опять же Не референс Но Много кто их держит В шорте Да С одной стороны Это типа Ну значит На них и поедем вверх Еще раз Это рынок облигаций Там немножко не так устроено Поэтому Это вам не биткоины Там на шортистах Вверх не уедешь Но тем не менее Толковые ребята Даже не думают Пока Отлететь в банды Кто-то из тех же толковых Их до сих пор держит В шорте Так что Я пока воздержусь Но как только что-то будет Я вам сразу дам знать Не переживайте По поводу факторных спредов Я сегодня не буду И так уже получился Длинный выпуск Я оставлю Но потом На вкусное Там очень много Чего можно разобрать Это Я сюда выписал Просто те На которые я сейчас смотрю И которые я анализирую Я получаю данные И посматриваю В сторону этих спредов И пытаюсь прикинуть Для себя Да или нет Буду или не буду брать Это Small cap Против large cap Value против growth Как его вариация NASDAQ против Рассела И вот мне очень нравится идея Это Dow Jones против Рассела Dow Jones это Известно что То есть грубо говоря Самые крупные Large cap High dividend yield Такие знаете Крепыши Такие уже прям Прям доказавшие Что они молодцы Окей И Russell Где очень много Потенциальных чемпионов И вот Dow Jones Относительно Рассела Уже перформит так Что уже даже неприлично Поэтому если их соотношение взять То можно увидеть Что там в принципе Чисто статистически Уже достаточно стандартных отклонений Чтобы это ratio Брать в шорт Это не инвестиционная рекомендация Я пока этого не делаю Сейчас это рассматривать не буду Но в планах есть Те кто досмотрел Благодарю за внимание Оставайтесь на связи Подписывайтесь Пишите комменты Задавайте вопросы До связи Пока Пока